Тема дня. Цели-полагания. Мы поговорим с вами сегодня о лучших способах целеполагания, чтобы заниматься в жизни именно тем, что вам нравится. Ставить именно те цели, которые приведут вас к неожиданным возможностям и помогут решить все ваши задачи, а также сделают вас счастливыми. Цели. Цель – это мечта, выраженная в реальной форме. Целеполагание – это практическое осмысление своей деятельности через преломление ее по отношению к своей цели. Именно через цели и целеполагание мы пойдем сегодня дальше. От мечты к цели. Ценности и видения. Мечта. Стратегическая цель. Приоритеты и ресурсы. Стратегия. Долгосрочные цели на 10 лет. Среднесрочные цели на 3-5 лет. И оперативные цели на год. Получается, что если от первого квадратика провести вниз стрелочку, то для того, чтобы понять, как реализовать свои ценности и видения и приблизиться к мечте, я должен точно знать, что мне нужно делать в данный конкретный момент. Ценности. Ценности – это философские утверждения человека. Личные ценности – это осознанные и принятые человеком, составляющие смысл его жизни. Ценности обладают особой важностью для человека. Он готов оберегать и защищать их. Изменение ценностей – очень сложная задача. Особенно, когда трудовые, производственные и корпоративные ценности вступают в противоречие с личными. Например, проблема несоответствия интересов работы и семьи. Итак, система ценностей человека – это индивидуальное свойство личности. Ценности не являются чем-то, что можно увидеть, и поэтому они часто ускользают от понимания. Но их можно распознать, изучая реакции и поведение себя и других людей. Задание номер один. Подумать и написать свои ценности. Видение. Видение – это директивный характер. Оно как бы направляет внутренний мир человека и определяет, какие действия сам человек должен предпринять здесь, сейчас, настоящим, с целью достижения наилучших результатов там, в будущем. Видение амбициозно. Оно вдохновляет человека на дела и задает направление личной инициативы и творческой активности. Видение отражает то, какое свое особое место человек хочет найти в рамках своей жизни. Оно позитивно, привлекательно и рассчитано на длительный срок. Видение отвечает на следующие вопросы. Каким я вижу себя в процессе реализации своей миссии? Каким я вижу свою жизнь? Какой жизни я стремлюсь? Какими я хочу обладать личностными качествами? Какими я хочу обладать профессиональными навыками для того, чтобы достичь свою цель? Задание номер два. Сформулировать свое видение на основании своих ценностей. Стратегическая цель. Стратегическая цель дает человеку направление движения. Она делает это движение быстрым, творческим, более осмысленным и вдохновленным. Стратегическая цель стимулирует к началу нашего движения. Она создает ориентир. Стратегическая цель – это производная от мечты. Что-то одно, что-то самое главное. То, что поможет реализовать вашу мечту. Это основной элемент фундамента цели. Это ваша новая реальность, находящаяся на относительно далеком расстоянии от вас. Возможно, от трех до десяти лет. Ставим стратегическую цель. Давайте будем ставить стратегические цели на основе мечты. Выбирайте самое главное, что обеспечит ее исполнение. Вам нужно будет соотнести ее со своими приоритетами, ценностями. Представьте, что бы вы хотели достичь в этой жизни. От чего бы вы действительно ощущали себя максимально счастливым. Ваша задача – на основании вашей мечты, ценности и видения сформулировать ту самую главную стратегическую цель, к которой вы бы хотели пойти. Цели. Надо ставить большие цели. На долгое время. На всю жизнь. Это очень важно. Но между ними также важны и промежуточные цели. Достойные цели редко возникают случайно. Если есть цель, она хорошо обдумана, сформулирована, то она непременно будет вами реализована. Три звена цепи. Образ, который вы себе представляете. Приверженность. Вы будете хотеть достичь эту цель. Вас будет тянуть к ней. И, конечно, показатели, по которым вы будете ориентироваться, что именно к этой цели вы и идете. Характеристика цели. Я предлагаю вам, когда вы будете формулировать свою стратегическую цель, использовать положительные значения. Используйте цели без частицы «не». Например, я не хочу много работать. А наоборот. Я хочу иметь достаточно работы и времени для семьи. Это просто. Мы трансформируем слово «не» в позитивное значение. Будьте максимально конкретны, реалистичны. Оценивайте свои возможности. Ищите преимущества в достижении цели. Делайте цель для себя максимально привлекательной. Наполняйте ее энергией в будущем, чтобы желание достигать ее постоянно множилось. Верьте в достижение своих целей. И еще несколько характеристик. Я бы их сформулировал следующим образом. Цель точно определена и записана, и поддается оценке. Цель принята теми, кто вместе с вами будет достигать ее. Цель достижима и конкретизирована во времени. Узнаете технологию SMART? Если вам нравится какая-то любая другая технология постановки целей, используйте ее. Но вам важно будет записать каждую цель с точки зрения результата, а не с точки зрения процесса. Вам необходимо будет установить для них временные рамки, в течение которых ваши цели будут достигнуты. Где же взять вдохновение для целей? Источниками целей, как мы с вами уже проговорили, являются мечты о будущем, приоритеты, ценности, ваш персональный свод-анализ и области постановки целей. Я предлагаю вам взять несколько областей для постановки целей. Они очень похожи на сбалансированную систему показателей. Я предлагаю вам четыре, но я думаю, лучше начать с одной, чтобы потренироваться. А когда вы научитесь, вы можете поставить себе цели сразу в четырех областях. Четыре области построения целей в жизни человека. Здоровье. Здоровый образ жизни необходим каждому из нас для полноценной жизни. Всем нам дано лишь одно единственное тело. Давайте убедимся, что оно получает необходимую заботу. Эта область поможет вам установить цели, связанные с питанием, физической подготовкой, внешним видом. Сколько бы вы хотели весить? А как бы вы хотели, чтобы ваше тело выглядело в нынешнем возрасте, а в 50, а в 60, а в 70 лет? Напишите для себя совершенно точные определенные цели. Не достаточно сказать, я хочу сбросить вес. Нет. Или хочу быть здоровым. Попробуйте вернуться к системе смарт, о которой я говорил выше, и поставить их конкретными, определенными, четкими, разнесенными во времени. Попробуйте мыслить конкретно. Финансовые цели. Постановка финансовых целей – это не просто подходящий выбор. Это единственный выбор. Если вы планируете двигаться вперед, то финансы без вашего планирования не приумножатся. Эти цели связаны с материальным благополучием и удовлетворением вас как в настоящее время, так и в будущем. Какой доход вы сейчас получаете? А какой доход вы бы хотели получать в этом году? Смеете ли вы рассчитать и расплатиться с долгами? Сможете ли вы что-то отложить или инвестировать? А сколько составляет ваш капитал на сегодняшний момент? Единственный индикатор вашей личной истинной финансовой свободы – ваш капитал. В капитал входят недвижимость, депозиты, драгоценности и даже бабушкин сундук, который можно превратить в деньги очень быстро. То есть, которые отвечают на вопрос, ликвидные они или не ликвидность. То есть, ликвидность – это скорость превращения ваших активов в деньги. Итак, ставьте себе конкретные финансовые цели и думайте о том, как их достигать. Семья. Если вы хотите лучшего для себя, отношения, семья, дети, то сейчас самое прекрасное время, чтобы определить цели, направленные на ваши отношения. Это поможет вам установить доверие, крепкие связи между всеми участниками ваших отношений. Определите цели, которые смогут упрочить, улучшить ваши отношения со своей второй половиной, с детьми, с близкими родственниками, с братьями и сестрами, с родителями, с друзьями. Очень важно, чтобы ваша вторая половина или ваши близкие люди были согласны с этими целями. Ведь они, вторые половины, это наши лучшие помощники и соратники. Если имеется напряженность в отношениях, не стоит ожидать роста в достижении ваших целей. И ведь разлад в отношениях или в семейной жизни будет вызывать максимально отрицательное влияние на все прочие стороны вашей жизни. И самое главное, отвлекать вас от достижения других целей. Положите себе за правило постоянно инвестировать время в отношения с партнером или с семьей. Духовные цели. Укрепляя вашу душу, вы укрепляете свои цели. У каждого человека имеются цели, характерные для него и для его конкретных нужд. Эти цели обеспечивают ему умиротворение, состояние ума, сердца или души. Когда внутри вас мир, это приводит к поразительным результатам во всех других областях жизни. Этичность, честность чрезвычайно важны для успеха. Задайте себе эти вопросы. Например, что я могу делать каждый день, чтобы расти духовно? Какие духовные источники я могу изучить? Над чем я могу поразмышлять, чтобы достичь более глубокого понимания себя, своей духовности, а возможной веры? Что еще? Выбирайте любые аспекты вашей жизни. Например, умственное развитие или образование, социальные цели, благотворительность, может быть что-то еще. То, что для вас непосредственно важно. Таблица с целями. Вот таблица, с которой описаны ваши области построения целей. Как вы видите, я оставил два последних столбца пустыми. Возможно, вы захотите их заполнить чем-то. Как я вам уже рекомендовал, начните с одного столбца. Но если вы чувствуете в себе силы, можете сразу поставить цели во всех четырех. Конкретные, четкие, ограниченные во времени, измеримые. Итак, цель на 10, из нее вытекает цель на 5, из нее вытекает цель на 3, и из нее вытекает цель на 2020 год. Ровно на этот год, с которым мы с вами будем заниматься. А это значит, что из этих целей мы точно сможем вытащить цели на квартал, цели на месяц, на неделю и даже на день. В этом и есть наш смысл. Сделать так, чтобы понимать цели дня, для того, чтобы достигать цели 10 лет. А где же работа? Где же карьера? Спросите меня вы. Уверен, что этот вопрос у вас возник. Ну, поговорили мы об этих четырех группах целей. А где же цели про работу, про карьеру, про бизнес? Я знал, что такой вопрос у вас возникнет. Поэтому не включил и не включу осознанно. Вы всегда только и делайте, что думаете о работе, о бизнесе или о карьере. Для вас, для эффективного руководителя, теперь нужно понять, что никакой эффективности у вас не будет, если вы сначала не ответите себе на самые главные вопросы в своей жизни. А уже потом, по привычке, вы сможете с легкостью поставить себе рабочие цели, цели на бизнес и даже цели на свою карьеру. Но запомните, если вы и в этот раз пропустите эти основные четыре блока целей, вы безнадежны. В любой момент ваш бизнес, карьера или работа могут исчезнуть. Раствориться, как утренняя дымка, и вы останетесь с пустотой. С тем самым заброшенным и позабытым вами главнейшей частью своей жизни. Самим собой. Выбор за вами. Стратегия. Скажу еще несколько слов о стратегии. Персональная стратегия эффективного руководителя возникает в результате сотен повседневных ваших решений. Да-да, именно в сотнях повседневных ваших решений, связанных с тем, как и на что вы на самом деле тратите свои ресурсы. Каждую минуту, каждым своим решением вы делаете заявление о том, что для вас действительно важно и что для вас имеет значение. Без воплощения в жизнь любая ваша стратегия по достижению целей – это всего лишь исписанные листы бумаги. Это путь, который покажет вам, каким образом вы достигнете то, что вы хотите. Но, помните, без воплощения в жизнь стратегия – это лишь ваши благие намерения. Приоритеты. Про приоритизацию вы знаете уже много. Но приоритеты – это когда речь идет в основном о критерии принятия решений. Что в вашей жизни наиболее важно для вас? Ваша цель, и это ваше задание – сформулировать свои жизненные приоритеты. Мы с вами сформулировали ваши приоритеты на работе. А теперь попробуйте сформулировать свои жизненные приоритеты в отношении ваших главных целей, области постановки цели и вашей стратегической цели. Попытайтесь сформулировать эти приоритеты. Проблема заключается в том, что ваше представление о наиболее значимых вещах нередко не совпадает с тем, что на самом деле делает вас счастливыми. Подумайте, после того, как вы просмотрите свои приоритеты, действительно ли они принесут вам счастье. Взаимосвязь. Ресурсы. Еще я бы хотел остановиться на взаимосвязи между вашими планами, приоритетами, возможностями и ресурсами. Главное – это убедиться в том, что вы двигаетесь в нужном вам направлении. Как вы расходуете ограниченные ресурсы, которыми вы обладаете? Именно ответ на этот вопрос и покажет вам, не сбились ли вы с дороги. Следите ли вы за тем, на что расходуются ваши ресурсы. Если ресурсы не подкрепляют выбранные вами цели, то ни о какой реализации этих целей и не может идти речь. Если вы не будете управлять процессом распределения ресурсов, решения будут выноситься не вами, а обстоятельствами или другими людьми и ситуациями, которые будут управлять вами день за днем и поглощать ваши ресурсы. Решение о распределении ресурсов не принимается в процессе одного единственного совещания. Как вы думаете или когда вы просматриваете расписание дел, решение о распределении своих ресурсов, своего времени, внимания, вы принимаете постоянно, как я уже сказал, в результате сотен решений, принятых в течение дня. Именно для этого в вашей голове и должен быть фильтр, который поможет вам, используя правильные приоритеты, расходовать свои ограниченные ресурсы именно на те задачи, которые ведут вас к целям. Баланс. Входите в мир. Ищите, где там ваши таланты начнут приносить вам реальные плоды. Упорно работайте на своей работе, в своей карьере, над своим бизнесом. Но не забывайте про то, что работа и бизнес – это всего лишь часть жизни, хотя и, безусловно, очень большая. И когда вы обнаружите те направления, которые вам больше всего нравятся, найдите область деятельности, которая обеспечит вам максимальное количество мотиваций и даст вам максимальное удовлетворение. Именно тогда вы почувствуете и найдете в результате нескольких попыток, что работает в вашем случае, а что нет. Это тогда и есть настоящая стратегия. Целеполагание. Источники целей, характеристики целей, группы целей и стратегия.